здравствуйте эта программа фокусе событий меня зовут анатолий никитин так вот эта камера нормально стоит а вот это по моему очень близко друг другу они стоят отодвинуть немножко нужно еще 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 чуть-чуть и давайте уж сразу на километр чтобы было как положено важное уточнение чтобы было как будет положено с 1 сентября 2024 года вступит в силу закон ужесточающий правила применения дорожных камер как пишет коммерсант все технические детали закона будут закреплены в отдельном постановлении правительства и его проект уже готов и проходит внутриведомственное согласование согласно информации издания в документе указано что зоны контроля камер фиксирующих одни и те же виды нарушений например превышение скорости не могут находиться ближе одного километра друг другу в населенных пунктах и не ближе пяти километров за городом наши камеры в студии нарушения не фиксируют но мы тоже решили опробовать инициативу кроме того закон вводит закрытый перечень мест для установки комплексов и предусматривает обязательное согласование мест дислокации с гибдд региональные власти должны будут сообщать в инспекцию о включении новой камеры не позже чем за 20 дней а что касается дистанции в один километр то в документе прописано что возможны исключения в зависимости от расположения мест концентрации дтп то есть возможно и ближе будет можно свою очередь в рамках борьбы с аварийностью мвд подготовила проект который содержит несколько десятков рекомендательных норм и правил в области организации движения проектирования и эксплуатации дорог эти требования правительство россии намерены сделать обязательными для отрасли согласно этим требованием например на скоростных автомагистралях обязательным станет освещение а на диагональных пешеходных переходах светофоры и специальная пунктирная разметка а аварийность на российских дорогах действительно растет за первые девять месяцев текущего года в стране произошло девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь дорожно-транспортных происшествий и это на четыре целых девять десятых процента больше показателя за период с января по сентябрь прошлого года специалисты научного центра безопасности дорожного движения мвд россии отмечают что подавляющее большинство аварий примерно восемьдесят восемь процентов от общего числа происшествий произошло из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения чаще всего причинами дтп становятся нарушение скоростного режима около девятнадцати тысяч инцидентов несоблюдение очередности проезда перекрестков примерно семнадцать тысяч аварий нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части около десяти с половиной тысяч происшествий а также неправильный выбор дистанции выезды на встречку становились причинами дтп реже за первые девять месяцев текущего года было почти семь целых семь десятых тысяч случаев но при этом выезд на встречную полосу как и превышение скорости характеризуется наибольшей тяжестью последствий на эти нарушения в общей сложности приходится больше половины всех погибших на дорогах если обратиться не к официальной статистике а к мнениям россиян то вопросе группы ренессан страхования и сервиса автокод самыми частыми причинами аварий они назвали невнимательность 63 процента беспечное поведение водителя 61 процент любовь к экстремальному вождению 57 процентов а также неспособность оценить риски и ситуацию на дороге при этом больше половины 55 процентов россиян заявили что сталкиваются с опасными водителями ежедневно и хорошо еще что сталкиваются они с ними в данном случае не буквально а еще подавляющее большинство опрошенных верят в существование идеального водителя который пользуется поворотниками соблюдать дистанцию между машинами пропускает в пробке и постоянно следит за состоянием своего автомобиля учитывая то что по данным страховщика в сентябре 2023 года количество обращений по причине дтп серьезнее всего на 20 процентов снизилась казани может быть тот самый идеальный водитель как раз колесит по дорогам столицы татарстана это была программа фокусе событий смотрите нас и будете в курсе того что действительно интересно